В Харциске и Лавайске из Угрессии ситуация с заболеваемостью ОРВИ благополучная, сообщил сегодня на аппаратном совещании в город-администрации главный врач Харцисской центральной городской больницы. Об этом и некоторых других вопросах, вынесенных на повестку дня еженедельного совещания в материале Ольги Авилкиной. Аппаратное совещание в администрации Харциска сегодня прошло в защитных масках и с соблюдением социальной дистанции. Главы городов и поселков отчитались об итогах двухмесячника по благоустройству и текущих работах на вверенных им территориях. Продолжаются работы по уборке территории. Также мы уделяем внимание поселку Виноградное и селу Третьяки, улице Тротуары. По придомовой территории уборка ведется без срывов. Продолжается покос травы. Вчера прекратили, поскольку пошел дождь. В принципе начали с въезда в город, прокосили все центральные улицы, порядка 9 тысяч квадратных метров теми силами, которые есть, успели сделать. Повторно все обкашиваем, сквер молодежный, парк Матросово, площадь Шахтерская, садик, школа, все выкашены. Сейчас делаем упор именно на прилегающей территории, центральные улицы, заброшенные дома. Но ресурсов не хватает, но тем не менее справляемся, по мере возможности справляемся. Получили брус, получили обрезную доску, будем заниматься ремонтом колодцев, будем ставить новые срубы, будем заниматься чистыми колодцами. Уже договорились с ребятами, которые полезут у нас. Откачаем воду, потом вычистим этот весь молд. Также будем делать отмозг возле колодцев, делать обход. Но сейчас пока погода не позволяет, все силы бушены на покос травы. Начальник УЖКХ представил отчет о мероприятиях, выполняемых в коммунальной и социальной сферах в рамках подготовки к отопительному сезону. Выполняя контрольное поручение главы городминистрации, Виталий Смык сообщил о результатах объезда Харцезских кладбищ. По старому так называемому кладбищу замечаний практически нет. Там свежие цветы убраны из могилы, то есть видно, что день два, три максимум только поубиралось, даже ветки кое-какие зеленые. Есть небольшие замечания, но тоже это более свежий мусор, но ему где-то неделя, может быть полторы. Это есть по краям на горном кладбище. ГП-ритуалу эта информация передана, но там небольшой объем, максимум на полкомаза. Сегодня планирую еще Зуевку проверить, ну а до конца недели по Большому Харцезку еще пересмотреть все кладбище. Последний школьный звонок в этом году прозвенит онлайн 29 мая, уточнила начальник управления образования Людмила Быкова. В условиях действующего в республике режима повышенной готовности массовые мероприятия в школах запрещены. Все мы знаем, что год у нас заканчивался неординарно в условиях повышенной готовности. И приказы Министерства образования и письмом санстанции, выпускные вечера и последние звонки запрещены. В образовательных организациях? В образовательных организациях, да. Из соображений безопасности часть мероприятий ко Дню защиты детей в этом году впервые пришлось переориентировать на интернет-формат. Не останутся без праздника малыши в детских садах. В детских садах, там где не будет нарушена дистанция, то есть по группам, тоже будут проходить праздники. То есть в каждой группе дети не будут собираться по несколько групп в актовых залах, а непосредственно в каждой своей группе. Стабильной и благополучной назвал эпидситуацию в Харциске главный врач Центральной горбольницы Вадим Шиш. В этом году его отчетам уделяется особое внимание. За прошлую неделю зарегистрировано всего 52 случая остро-респираторной вирусной инфекции по Большому Харциску. Из них 27 человек – это дети, 50%. По коронавирусной инфекции также ситуация стабильная. Новых случаев, выявленных среди жителей нашего города, нет. На данный момент на самоизоляции находится 220 человек. Из них контактные с подозрительными в других городах, в которых люди работают, 9 человек у нас на сегодня. Завершили самоизоляцию на сегодня на утро 1172 человека. Эта цифра каждый день увеличивается. Люди прибывают, на самоизоляцию становятся, то есть постоянно цифры обновляются. Поток этот никак-то ограничить невозможно. Ну, своевременно все анализы у контактных отбираются, отправляются. Сейчас выявляется больше случаев из-за того, что больше лабораторий работает. Ну, по сравнению с тем периодом, что было раньше, у нас было там и 25, и до 30 контактных, сейчас 9. Ведь, ну, это тоже цифра может измениться в большую сторону в любой момент. Поэтому все равно нельзя прекращать эти ограничительные мероприятия. Значит, масочный режим. Все это должно продолжаться, соблюдаться неукоснительно, чтобы не переросло у нас в неблагоприятную обстановку.